Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 20 ноября и в нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Овны. Предстоит решение серьезных вопросов. Во время Карибского кризиса в 1962 году американский президент Джон Кеннеди предложил СССР демонтировать установленные ракеты и развернуть все еще направляющиеся к Кубе корабли в обмен на некоторые гарантии США. Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев согласился. 28 октября начался демонтаж ракет. Последняя советская ракета покинула Кубу через несколько недель и 20 ноября блокада Кубы была снята. Тельцы. В вашем доме звучат свадебные фанфары. Елизавета II в 1947 году вступила в брак с лейтенантом Филиппом Маутбеттеном, сыном греческого принца Андрея, который получил титул герцога Эдинбургского. В их семье родилось четверо детей. Близнецы. Займете важный государственный пост. В правлении Анны и Анны в 1731 году был учрежден кабинет министров. В его состав вошли граф Астерман, он же являлся инициатором учреждения кабинета, а также граф Головкин и князь Черкасский. Кабинет министров поставили выше Сената, который при Петре I был высшим органом управления. Раки. Данные вам и запреты могут быть проигнорированы. В США в 1974 году Конгресс, преодолев бета президента Джеральда Форда, принял закон о свободе информации. Нормативный акт запрещал правительству отказывать в доступе к документам без уважительной причины и требовал от всех федеральных агентств без задержек предоставлять любые запрашиваемые документы. Львы. Произойдет повышение по службе. Новым императором Австрии под именем Карл I после смерти Франца Иосифа в 1916 году стал его внучатый племянник. На троне он оставался до 1918 года, пока не распалась Австро-Венгрия. Девы. Возможно, отважитесь на героический поступок. Франца Пилатер де Розье и маркиз Дарланд в 1783 году совершили первый полет на воздушном шаре братьев Монгольфье. В 13.45 они поднялись в воздух на 15-метровом шаре из сада замка Лемюет в Буллонском лесу. Первые аэронавты провели в небе 25 минут и, пролетев над всем Парижем, приземлились в Бютокай в 8,5 километрах от точки старта. Максимальная высота полета была чуть больше 450 метров. Весы. Устроите торжество для приближенных. Император Павел I в 1797 году утвердил общий праздник всех кавалеров российских орденов. Наследовав престол в 1796 году, Павел стал резко и до мелочей изменять все, что напоминало о порядках, установленных матерью Екатериной II. Скорпионы. Привлечете общественность к исполнению какой-либо важной задачи. После того, как Порфирио Диус был в очередной раз выбран президентом Мексики, лидер демократической оппозиции Франциско Мадеро призвал мексиканский народ к вооруженному восстанию. Его начало было намечено на 20 ноября 1910 года. Стрельцы. С партнерами реализуете совместные разработки. С космодрома Месс-Канаверал в 2004 году была запущена орбитальная обсерватория SWIFT как совместный проект США, Италии и Великобритании. Она предназначалась для регистрации и наблюдения космических гамма-всплесков. Козероги. Понаблюдайте за научным экспериментом. Функционально-грузовой блок «Заря» — один из модулей российского сегмента Международной космической станции — был запущен в космос в 1998 году. Через 15 дней после успешного запуска к «Заре» присоединился первый американский модуль «Юнити». Водолей. Необходимо избегать длительных поездок. Может ухудшиться самочувствие. Лев Толстой в 1910 году, выполняя свое решение прожить последние годы соответственно своим взглядом, тайно покинул Ясную Поляну, отрекшись от круга богатых и ученых. Своё последнее путешествие он начал на станции Козлова-Засика. По дороге Толстой заболел воспалением легких и вынужден был сделать остановку на маленькой станции Остапова, где и умерли. Рыбы. Брачным союзом может быть ознаменован этот день. В Лас-Вегасе в 1987 году сыграли свадьбу киноактеры Брюс Уиллис и Дэми Мур. Они были женаты до 2000 года. У них родились трое дочерей. Сама пара считалась образцовой. Если вам сегодня суждено вступить в брак, то пусть он будет совершен по любви. Как говорил Антон Чехов, жениться интересно только по любви. Жениться жена девушки только потому, что она симпатична, это всё равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша. С вами была программа «Исторический городскоп» и я, Анастасия Бусыль.